Все под контролем и в полном порядке. Журналист СПН Орель Халивания уже отрапортовал у себя в Твиттере, что чемпион сделал вес. Для многих болельщиков на Западе это был важный вопрос, потому что те, кто разбираются в нашем спорте, знают, что с возрастом кости становится тяжелее, и, соответственно, человеку надо сбрасывать больше веса. Хабиб первым появился на церемонии и показал на весах 70 килограммов и 300 грамм. Отмечу, что Хабибу понадобилось полотенце. Надо сказать, что выглядел он истощенным, глаза были уставшими, впалыми. Сгонка веса это вам не шутки, но мы знаем, что после взвешивания обычный человек набирает около 70 килограммов. К слову, после этого такой же вес был зафиксирован у Дастина Пария. Самое трудное теперь позади, дело за малым, победить одного из самых сильных соперников в карьере, а Дастин Пария так просто сдаваться не собирается, скажу вам. Бойцы вошли в необходимый вес, у Хабиба даже есть запас в 100 грамм, на всякий случай, заявили в его команде. Отмечу, друзья, что посмотреть трансляцию показательного взвешивания перед UFC 242 можно будет на канале UFC сегодня в 17 часов по московскому времени. У Пария на поединок с Хабибом есть сюрпризы. Один из таких это рекордно низкий вес в легком дивизионе. Давайте узнаем, зачем ему это и в чем интерес, цитирую слова Дастина. Хабиб ожидает, что я намерен набрать массу, чтобы соперничать его с сильными качествами, но я буду легче, чтобы все время работать. Сейчас я вижу, как никогда мало в легкой весовой категории. Мы добились этого благодаря строгому расчету диетолога и стратегии подготовки к бою, заявил Дастин Пария. Так что, друзья, у Пария готова стратегия на поединок с Хабибом, и часть того, что от него требовалось, он уже сделал. Давайте немного цифр. Пария является временным чемпионом организации, у него 25 побед и 5 поражений. Хабиб поддержал 27 побед в профессиональной карьере и не потерпел ни одного поражения. В случае победы над Пария его рекорд будет 28-0. Идем дальше. Тренер Конора Макгрегора поделился своими мыслями о поединке Хабиб Пария. Сначала он разобрал стиль каждого из спортсменов, у Хабиба он отметил борьбу, у Дастина ударную технику. Здесь ничего необычного, мы все прекрасно знаем, насколько сильны парни в своих областях. А дальше тренер проанализировал поединок. Давайте послушаем. Вот такой контраст. С одной стороны высококлассный борец, а с другой высококлассный ударник. Исход поединка сложно предсказать. Вполне вероятно, что Хабиб повалит Пария в партер, пропустит пару ударов. Больше чем уверен, что Пария, команда Американ Топ Тим и его тренер Майк Браун разработали очень хороший план на поединок. Думаю, возможен апсет. Пария очень мощный ударник. К тому же в последних боях он показал свое развитие. Он обрел уверенность в себе, он стойкий. Его просто не удастся победить, заявил тренер. В то же время Хабиб поделился, что чувствует давление, потому что не хочет, когда дает мне хорошую энергию. Но в то же время я чувствую и небольшое давление, потому что он не только мой тренер, но и отец. Я бы соврал, если бы сказал, что не ощущаю давление. Мне не хочется его расстроить, ведь это первый раз, когда он будет в моем углу во время поединка в UFC, сказал Хабиб. Вернемся к словам тренера Конора Макгрегора. Он дает Парье неплохие шансы на победу. Цитирую. Ко второму, третьему или даже в четвертом раунде Парье может начать попадать тяжелыми ударами, которые могут попасть по Хабибу. Так что в этот раз я за андердога. Думаю, что будет досрочная победа Парье в чемпионских раундах. Вот такое заявление, друзья. Все пытаются подогреть интерес к поединку и тренер Конора тоже решил напомнить о себе. В общем, ждем турнир. Напомню, уже завтра долгожданное противостояние действующего и временного чемпиона в легком весе. И пусть победит сильнейший. Вот такие новости на эту минуту. Ставьте лайк, если вам понравился выпуск. Мне будет приятно. Итоги конкурса подведем в следующем выпуске. А пока это все. До скорого.